Слушайте, Украина не является союзником Азербайджана, и тем более союзником Турции. Украинцы, может быть, торговали оружием, предоставляли оружие Азербайджану, но это ни о чем не говорит. Та же Россия это делала в пяти-десятикратных больших размерах. Более того, как минимум с 2014 года, и об этом президент Зеленский неоднократно заявлял, Украина не поставляла оружие ни Армении, ни Азербайджану, сохраняя политик. Что касается того, что Украина поздравила Азербайджан или говорила о том, что Азербайджан вернул Карабах, извините, но сама Армения 30 лет говорила о том, что вот эти районы являются якобы оккупированными и подлежат возврату. Мы сами говорим, что мы фактически Арцахский вопрос, это вопрос самоопределения народа Карабаха в рамках НКО, а остальные районы подлежат возврату. Значит мы и не имеем права обижаться на остальной мир. Украина и Азербайджан симпатизировали друг другу, потому что и у той и другой страны есть вопрос, проблема восстановления территориальной целостности. И Азербайджан считал оккупированные территории таковыми и считал, что территориальная целостность его нарушена якобы. Но вот если бы мы с самого начала говорили бы о том, что нарушена территориальная целостность не Азербайджана, а Армении согласно решению Лиги наций, то Украина прекрасно бы поняла, в чем суть вопроса. И такие политологи украинские, как Масичук, прекрасно об этом знают и говорят. Так что опять-таки здесь, возвращаясь к прежнему вопросу, нужно винить самих себя, не Украину. Что касается украинских боевиков, воевавших на стороне Азербайджана, были и украинские добровольцы, воевавшие на стороне Армении. И в отряде, в батальоне того же господина Софилиана было много украинцев, воевавших на стороне армян. Каждый выбирает на стороне какой страны ему воевать. Это выбор каждого украинца. Один выбирает Азербайджан, другой выбирает Армению. Но официальной политики, украинской политики поддержки Азербайджана, как минимум, вот последние, с 2014 года, официальной такой политики нет. Более того, сейчас все больше и больше Украина начинает понимать, что Армения, и Армения в том числе является жертвой российской агрессии. Украина уже начинает понимать, что 44-дневная война была инспирирована Россией, была навязана Россией, была спонсирована Россией. Украина уже начинает понимать, что Турция фактически является союзником России, хотя и продает байрактары Украине, но отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, что Эрдоган не жалеет сил и средств, чтобы вынудить Украину подписать мирный договор, пойти на территориальные уступки. Украинцы все это видят, так что время все поставить на свои места. Главное, чтобы мы, как государство, заявляли в открытую о своих правах, и тогда наши интересы будут совпадать с теми странами, у которых есть интересы в нашем регионе, и у Украины в том числе. Если мы говорим о проекте Север-Юг, который свяжет регион Персидского залива через Иран, Армению и Грузию с Европой, то в интересах той же самой Украины присоединиться к этому проекту для диверсификации своей энергетики, чтобы получать нефтегаз из Ирана. И такие предложения со стороны Украины были в 2007 году, об этом говорил бывший посол Украины господин Бошко в своем интервью. Украина предлагала поставлять Армении трубы соответствующего диаметра для газопровода Иран-Армения, чтобы Армения, будучи транзитной страной, поставляла бы газ в Европу и в Украину в том числе. Так что мы прежде всего виноваты сами, и не надо здесь находить виновных. Украина там повесила баннер, поздравляющий Азербайджан. Эти баннеры вешали на улицах Киева сами украинцы, которые делали это по заказу и финансированию Азербайджана. Это не была государственная политика. Тем более, так называемая легенда о фосфоре, фосфорном оружии, которого никогда не было в Украине и никогда не поставлялась со стороны Украины. Которая вбросила россиянина Сарик Андреасов. Да, да, да. И Украина прекрасно видит, как армянские легионы сейчас сражаются плечом к плечу с украинской армией. В Украине уже со всеми почестями хоронят погибших армянских героев, дают им звание Героя Украины. Так что откройте глаза и хватит. Вы сейчас, если вы задаете мне такой вопрос, это значит, что вы смотрите Скобееву, вы слушаете Соловьева, вы находитесь под влиянием российской пропаганды. Перестаньте слушать российскую русскую пропаганду и читайте историю и анализируйте факты.